В Екатеринбурге, в Чкаловском федеральном районном суде, судья Игорь Шинаурин вынес приговор директору первой управляющей компании Ирине Абудковой, по вине которой два с половиной года назад в снежной куче погибла 10-летняя девочка Алена. Сама трагедия, напомню, случилась 4 февраля 2016 года на улице Рощинской 69А на побережье Нижнесецкого пруда. В тот день нанятый первой управляющей компанией экскаваторщик Иван Шарипов чистил дворы на Рощинской от снега и свозил осадок на берег пруда в большую кучу, чтобы потом его на самосвалах увезти на снежную свалку. Работы проводились с нарушением техники безопасности, не было никаких ограждений, не было второго человека, который бы контролировал ситуацию снаружи экскаватора. И вот в тот момент, когда Иван Шарипов отлучился ненадолго от снежной кучи, к ней подбежали две местные девчушки 10 лет и стали в куче рыть пещеру. Экскаваторщик вернулся и, не глядя по сторонам, навалил на кучу ковш снега и засыпал одну из девочек в пещере. Десятилетнюю Алену долго раскапывали, потом долго реанимировали, но тщетно. 13 февраля девочка умерла в 9-й детской больнице от гипоксии мозга. Первым в мае 16-го года наказали, естественно, стрелочника-экскаваторщика Ивана Шарипова. Но его даже не посадили. За причинение смерти по неосторожности суд ему выписал один год ограничения свободы. Но убитые горем родители Алены тогда, два года назад, жаждали крови и хотели, чтобы наказали не только работягу, но и начальство, которое его наняло и не обеспечило безопасные условия работы. А начальство – это директриса первой управляющей компании Ирина Абудкова. Против нее возбудили уголовное дело по 216-й части 2-й УК, нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности гибель человека. Это в пиковом случае до пяти лет зоны. И вот пришел черед начальницы отвечать за гибель девочки. Ирину Абудкову, как и Ивана Шарипова, тоже не закатали за решетку. Чкаловский судья Игорь Шинаурин выписал ей полтора года ограничения свободы. Приговор пока еще не вступил в силу, так что возможно обжалование.